Сегодня прогуляемся на южную сторону Флоренции. Если я правильно ориентируюсь в пространстве, на ту сторону, где смотровая площадка Микеланджело и дворец Пити. Интересная скульптура. Геракл борется со львом. Сан-Джованни Батиста. Скульптура Джулиана Ванджи. Какой святой, доходяга. Через реку Арно видно галерею Уфицеи. Выходим на Демидовскую площадь. В центре площади установлен памятник Николаю Демидову. Скульптура представляет собой фигуру Николая Демидова в окружении четырех аллегорических групп, представляющих добродетели. Статуи, сделанные из сахарного мрамора, быстро показали признаки разрушения. Поэтому возвели крышу из железа и стекла, которая защищает памятник от осадков. Какой маленький автомобильчик? В районе Альтрарно, на улице Сан-Никола, есть два дома под номером 91, один из них – дом, где жил Тарковский. В 1983 году флорентийские власти предоставили в распоряжение Тарковского квартиру на верхнем этаже дома 91 на улице Сан-Никола. И именно здесь режиссер работал над последними своими фильмами ностальгии и жертвоприношения. В 2006 году на фасаде скромного дома на улице Сан-Никола была установлена памятная доска с надписью на итальянском языке. Андрей Тарковский, несравненный режиссер духовного кино «Изгнанник» во Флоренции, в этом доме провел последние годы своей жизни. Гость и почетный гражданин города Флоренция. Выходим к крепостной стене. Надо водички набрать. Первый котик, которого мы увидели во Флоренции. И как потом оказалось и последний. На вершине холма церковь. В честь святого. Звали его Мина Элиминиес, Элиминиата. Ему отрубили голову. Он взял ее подмышку и пошел на вершину и там умер. В честь него возвели церковь. Но мы не пойдем туда. Прекрасный вид на Флоренцию открывается со смотровой площадки Микеланджело. Сфотографировались на память. Торговля сувенирами идет Бойко. Очередная копия скульптуры Давида. И еще бронзовые копии скульптур Микеланджело. Вспомнились слова Марка Твена. Даже слава может быть чрезмерна. Вначале ужасно сожалеешь, что Микеланджело умер, но потом начинаешь жалеть, что сам не имел удовольствия присутствовать на его похоронах. На прощание еще раз взглянем на старую крепостную стену. И полюбуемся великолепным видом. У подножия смотровой площадки. Вот такая красота с рыбками. Старую башню реставрируют. Во Флоренции многие уличные знаки — настоящие произведения искусства. Тут они украшены забавными рисунками. Каждый знак — это маленькая история, смешная, а иногда даже нелепая. Это творение французского художника Клета Абрахама. Он родом из Британии. Живет и работает во Флоренции с 2005 года. Посетим этот магазин и мастерскую. Однажды Абрахам решил пошутить и приклеил на один из таких знаков наклейку. Это в корне изменило его жизнь. И всего одна наклейка стала судьбоносной. На следующий день он стал местной знаменитостью. Но у Славы было две стороны — про него писали газеты, а власти пытались убрать наклейки. Однако Клет не отступал. Снова и снова украшая своими наклейками дорожные знаки. В конце концов, правительство свыклось с работами Абрахама. И перестало ему мешать. Велья здесь хорошенько. Где вы? Уernen! У mosеям, где вам относятся? Россия из Латвии. Я живу в Инг Mutta. Да, живу в Ингольте. С处 15 лет миллис . Камасутра Зашли, перекусили В таких мастерских делают хорошую итальянскую обувь. Хотелось бы сказать по поводу еды, где лучше поесть во Флоренции. Не рекомендую есть там, где расположены основные туристические маршруты. Там много народу, цены высокие, качество еды, иногда оставляет желать лучшего. Лучше отойти от основных потоков туристов, примерно на метров сто, посетить те места, где едят местные жители. Будет и гораздо дешевле и вкуснее. Чудный антикварный магазин. К сожалению, был закрыт. Идем во дворец Питти.